Откуда берутся дети? И как их делать? Меня зовут Притонова Маргарита Александровна. Я работаю в лаборатории эмбриологии, в книге ИКО Альтравита. Вопрос первый у нас, который мы будем обсуждать, откуда берутся дети. И учился человек, должны соединиться две клетки. Это АЦ слева, или яйцеклетка, это женская половая клетка. И справа у нас сперматозоиды, это мужские половые клетки. А сперматозоиды, клетки подвижные, с хорошей скоростью двигаются, достигают яйцеклетку. Сейчас первым делом разберем, откуда берутся сперматозоиды. Мужская половая система в разрезе. То, что обозначено словом «тестис», это английское обозначение слова «яичко». Яичко — это орган, в котором образуются сперматозоиды. Затем они мигрируют. Сверху такой отросточек — это эпидидемис. Они там дозревают. И затем выбрасываются через проток, который называется «ваз дифференс», уже наружу. И еще по пути к массе сперматозоидов присоединяется секрет желез, которые находятся тоже по дороге. Это секрет простаты и секрет такой, который дает основную массу экулята. Это секрет железы, которая называется «семенные пузырьки». Вот женская половая система. Основные родственные — это влагалище, в которое, собственно, попадает экулят, сперматозоиды. Матка — это трубы, которые идут от матки, вот такие вот рога. И яичник — это круглое образование, в котором созревают ациты, которые я вам показываю на первом слайде. Вот это вот увеличенная картинка того, что мы сейчас, собственно, там, где происходят ключевые моменты нерождения, зачатия человека. Вот это яичник. И вот эти круглые образования — это фолликулы. В каждом фолликуле находится, а фолликулы находятся в корковом слое яичника. Вот это, кстати, не совсем правильное изображение, конечно, потому что корковый слой — яичник, и яичник, он, ну, вот где-то вот такой вот величины. А корковый слой — это один миллиметр сверху. И все... А? Не такие большие. И, да, не такие большие, и они не проходят вот туда, вот, вовнутрь. В середине фолликулов нет, только корковый слой. И когда наступает овуляция, то фолликул, в котором находится яйцеклетка, лопается, и яйцеклетка проходит вот на вот эти вот отростки от трубы, фимбрия. Яйцеклетка дальше идет по трубе. В идеале, если все проходит, как природа загнула, вот до конца, вот где-то вот в этом районе, это ампулятная часть, вот в конце, вот там вот где, и даже ближе к яичнику, нет, ближе к яичнику, происходит оплодотворение. То есть перматозоид добегает путь от влагалища через матку, через трубу, почти до яичника, до конца трубы. И тут образуется эмбрион. Затем этот эмбрион двигается по трубе к матке. Он двигается и при этом одновременно делится. И в матку, вот сюда вот, да, в эту полость, он приходит уже несколько сотен клеток уже у него. И здесь он внедряется в ткань матки и уже начинает расти плод, который потом становится все больше и больше, и через 9 месяцев рождается ребенок. И вот эта вот система, а может вообще поломаться в любом месте. Вот, то есть может в самом начале быть проблема с образованием сперматозоидов у мужчины. Может быть, что сперматозоиды образуются, но при этом они не добегают. Может быть, что они добегают, но при этом они не могут проникнуть в яйцеклетку. Может быть, система нарушена у женщины. То есть не образуется яйцеклетка. Образуется, но не доходят на трубы. В трубе она не двигается, потому что, например, труба забита образованиями, которые возникли после воспаления. Или, например, все хорошо произошло, облаготворение произошло, эмбрион прикрепился, но потом что-то помешало его развитию. То есть вот эта вот репродуктивная система может иметь ошибку в любом месте. А может иметь и несколько ошибок. И со стороны мужчины, и со стороны женщины. Так вот, когда пациенты приходят к врачу, задача врача – это понять, где, собственно, случилась вот эта ошибка. Примерно пополам делятся вот эти вот частота возникающих проблем со стороны мужчины и со стороны женщины. И также такое же количество – это приходят пары, у которых проблемы на всех местах, и у мужчин, и у женщин. Вот мы тут подходим, собственно, к тому, чем занимается репродуктивная медицина. Это вот направление медико-биологических знаний, направленное на решение проблем рождения детей, регулирования рождаемости. И цель программы ИКО, цель программы ВРТ – это вспомогательные репродуктивные технологии. Это рождение здорового ребенка. И вот на последней конференции ЭШЛИ, это такое мировое Европейское общество репродуктивной медицины, было сказано, что вот уже более 6,5 миллионов людей родились с помощью этой технологии. Немножко истории. Самый первый ребенок ИКОшный – это Луиза Браун. Она родилась в 78-м году, ей вот в этом году исполнится 40 лет. А день ее рождения, 25 июля, принято считать днем эмбриолога. Ну и вот мы переходим, собственно, к программе ИКО. То есть когда у нас пришли пациенты, мы выяснили, в чем, собственно, проблема у этой пары. Итак, основная цепочка, по которой идут пациенты, она такая. То есть сначала надо получить яйцеклетки у женщин. И это отдельная, очень большая часть программы ИКО. Ну, в норме, как мы знаем, у женщин созревает одна яйцеклетка. Задача врача – это получить большее количество яйцеклеток. Потому что вот одна яйцеклетка у нас есть, она может, мы ее можем не получить из фолликула. Она может неправильно оплодотвориться, может эмбрион остановиться. Если у нас большее количество клеток есть, то, соответственно, у нас большее количество шансов получить эмбрион, который потом нам дадит рождение ребенка. Забор ацитов. То есть мы помним, что ациты созревают в яичнике. И следующий этап для доктора – это забрать эти ациты. Потом – это оплодотворение. То есть эмбрион и врач, они решают, каким способом должно пройти оплодотворение. Тоже про это подробнее расскажу. Затем – это культивирование эмбриона. Затем – это подсадка эмбриона в матку женщины. Это криоконсервация, заморозка всех эмбрионов, которые у нас выросли, но при этом мы их не перенесли. И это поддержание роста эмбриона у женщины в матке после переноса. Еще не очень упрощенная эта схема того, как, собственно, происходит регулирование цикла у женщины. То есть есть, собственно, начинается все в голове. То есть у нас есть гипоталамус, который сигналы посылает гипофизу, и передняя доля гипофиза выделяет, ну, выделим два основных гормона, которые регулируют цикл. Это фолликулостимулирующий гормон ФСГ, и это лютеинизирующий гормон ЛГ, это гормон овуляции. То есть после его пика, через 36 часов, начинается овуляция. И прежде чем я перейду, собственно, к подробному рассказу о программе ВФТ, я расскажу немножко про то, как культивируются эмбрионы. Вот эти вот три параметра, осмолярность, температура и ПАЖ, это то, что очень важно и должно быть стабильным при культивировании ацитов, глициклетов и эмбрионов. А осмолярность, это, соответственно, количество растворенного вещества, температура ПАЖ, понятно. Да, и есть основная буферная система, в которой культивируются эмбрионы, это бикарбонатная буферная система. Но для нее, соответственно, нужен повышенный СО2. Если эмбриолог работает с эмбрионами, с эмбрионами на воздухе, то, соответственно, у нас СО2 значительно меньше, чем та концентрация, которую мы поддерживаем в инкубаторе, а в инкубаторе это около 6%, 6-7% в зависимости от среды, то мы используем хиписную буферную систему, которая нам помогает поддерживать определенный ПАЖ. Это 7,2-7,4. Вот слева показан инкубатор, в котором культивируются эмбрионы. Ясно. Инкубатор это, собственно, ящик, который поддерживает определенную температуру и определенную концентрацию газов. То есть это может быть либо 2-газовый инкубатор, где только углекислый газ, либо это 3-газовый инкубатор, сейчас современный инкубатор, где еще опускается азот для того, чтобы снизить концентрацию кислорода в инкубаторе, так как в организме концентрация кислорода меньше, чем в воздухе. Правило показано, в какой системе происходит культивирование. Это чашка петри. Вот в этих капельках, это капельки среды, и эти капельки покрыты минеральным маслом. Масло необходимо для того, чтобы препятствовать контоминации, то есть заражению бактериальному, которое может произойти в лаборатории. И также это такая подушка, которая помогает сохранять температуру в этих капельках. Итак, функция яичников, то есть забот яйцеклеток. Мы помним, что врач специальными гормонами простимулировал женщину, чтобы получить не одну яйцеклетку, а больше. Яйцеклетки выросли в яичнике. И сейчас задача врача, перед тем, как яйцеклетки выпрыгнут в трубу, надо их поймать, потому что в трубе их уже не найти. И вот, собственно, аппарат, который это делает. То есть это игла, которая зарубится в яичник, и просто высасывается содержимое поликулы. И тут начинается работа эмбриолога. Вот работа эмбриолога, это из вот этой вот жидкости, в которой много чего есть, там и кровь, и клеточные остатки, найти яйцеклетку. Вот яйцеклетки, это черненькая, это яйцеклетка с кумулюсными клетками. Покажу. И, да, черненькая, это яйцеклетка, а вот это вот такое облако вокруг нее, это кумулюсные клетки. Это клетки, которые, яйцеклетки помогают жить и расти. Они ее кормят, они ее, они отвечают за гормональную регуляцию, за рост и, ну, вообще вот за многие процессы в яйцеклетке. То есть они такие, как фрильмы при королеве. Следующие. Да. Когда мы получаем клетки в этом облаке из кумулюсных клеток, для некоторых видов оплодотворения нам нужно эти кумулюсные клетки исчистить. И для этого мы пользуемся ферментом, которым пользуется сперматозоид, когда пробуравливает в естественных условиях вот эти вот кумулюсные клетки. Этот фермент называется гиалуронидаза. Он находится на внешней поверхности сперматозоида, и вот сперматозоид в норме, он просто садится на конец, на границу этого облака и потихонечку раздвигает, идет между клетками и достигает яйцеклетки. Ну а мы просто в этом ферменте получим вот эти вот клетки с кумулюсными клетками, и они сами отваливаются. И потом получаем вот такие вот голенькие яйцеклетки. Так, ну вот яйцеклетки мы получили, но для водотворения нам обязательно нужно специальным образом обработать спермат, которую мы получили у партнера. нам нужно избавиться от всего клеточного мусора, который присутствует всегда. Потому что для плодотворения, собственно, нам что нужно? Нам нужен живой, подвижный сперматозоид с хорошей морфологией, то есть который еще хорошо бы выглядел. И тут используется система такая, что под лучшие сперматозоиды они тяжелее. И вот используется центрифуга со специальным веществом, такой гель, через который проходят живые подвижные сперматозоиды, а весь мусор остается наверху. И вот мы получаем вот такой осадок в пробирке, потом на осадок мы насваиваем среду, которая позволяет им перенести несколько часов безболезненно. И в эту среду подвижные сперматозоиды начинают выплывать. И вот когда мы берем сперматозоиды для оплодотворения, мы берем не осадок, а мы берем вот этих вот, из этой фракции выплывших сперматозоидов. Так, ну вот перешли мы с оплодотворениями. Есть оплодотворение, его можно провести разными способами. Оплодотворение методом ИКО или Ай-Яй. Это когда, это собственно то, как была сделана вот та вот женщина Луиза Брауна, самая девушка. То есть мы взяли яйцеклетки вот в этом облаке кумулесных клеток, просто туда накапливали сперматозоидов, сперматозоиды добежали, оплодотворили, и все пошло хорошо. Но, если у нас какая-то проблема, например, сперматозоиды с плохой подвижностью, или у нас уже мы понимаем, что в предыдущих программах таким методом оплодотворения не произошло, то тогда мы применяем метод ИКСИ или МСИ. То есть это методы, при которых сперматозоид, он прямо ловится эмбриологом и запихивается внутрь яйцеклетки. И вот, собственно, как нижняя картинка, это то, как это выглядит. Да. И вот то, что я упомянула, метод ИКСИ, это и метод МСИ. То есть ИКСИ это интроцитоплазматическая инжекшн, МСИ это еще когда мы специально выбираем сперматозоид с хорошей морфологией. То есть мы выбираем сперматозоид на большом увеличении со специальным контрастом. И если вы видите, вот на нижней картинке мы можем увидеть наличие у сперматозоидов боли. Это вот такие круглые, ну да, мы уже повышенщик. Ага, вот. Да, вот это вот выходит сперматозоид. Такой сперматозоид мы не возьмем, потому что он может даже быстро бежать, но при этом мы понимаем, что он не даст развитие здорового эмбриона, потому что это полезно к тому, что началась уже деградация клетки. Вот, кстати, все, что проходит обладотворение. Капельки со следой и вот такая вот полоса. Это специальное вещество, которое призвано снизить скорость сперматозоид. Потому что если бы мы не пользовались этим веществом, мы бы не догнали. Вот. А так оно... И эмбриолог промывает ациты, эмбрионы. Культивируются они вот в четырехуночном планшете до того, как мы их рассадим по чашкам. И работает эмбриолка со стриппером. Это, собственно, инструмент такой, как маленький пылесос, которым мы засасываем клетки и выдуваем их обратно. Вот, собственно, это эмбриолок на своем рабочем месте. Это микроскоп. И вы видите две иголки. Иголка слева — это иголка, которая призвана удерживать яйцеклетку. Яйцеклетка, она вот такая большая. А иголок справа — это вот для сперматозоидов, чтобы поймать его, перерубить ему хвостик, чтобы он не бежал, и засунуть этот сперматозоид яйцеклетку. Ага, ну вот следующий. И управляем мы этими иголками с помощью таких вот джойстиков, как в компьютерной игре. Вот, собственно, это кино. Это кино. И вот левая иголка — это иголка для удержания ацета, правая иголка — это иголка для того, чтобы работать со сперматозоидом. И вот иголка остается практически неподвижной, и мы двигаем чашку, чтобы переходить из одной карты в другую. Так, ну вот это вот поле — это тоже кино. Вот, это сперматозоиды впереди. Это вот как раз в этом веществе, которое необходимо для снижения скорости. Вот это сперматозоиды на большем увеличении. Вот сейчас эмриолок будет выбирать сперматозоид, который он считается достоин для того, чтобы ему было вводить. Тут, надо сказать, вот не очень хороший образец, потому что обычно даже вот в этом веществе, которое замедляет скорость, сперматозоиды двигаются со значительно большей скоростью. Вот видите, таким вот резким движением эмбриолок, он перерубает хвостик. Вот, это делается с двумя целями. Во-первых, это необходимо, чтобы сперматозоид остановился, вот, потому что это огромный, это, ну, по сравнению с яйцеклеткой, это не такая уж маленькая клетка, а уж его жгутик, это такая серьезная структура, которую, если в нативном виде засунуть яйцеклетку, то он там все порушит. Вот, ну а, кроме того, при перерубании хвостика выделяются вещества, которые необходимы для активации яйцеклетки. Вот, поймала. Да, вот если вы видите сперматозоид, такой с таким вот согнутым хвостом, это уже сперерублено. Ну, не перерублено. Вот, сейчас его засасывают в иголку, хвостиком вперед. И сейчас идем к яйцеклетке. Вот. А вам видно со мной? А? Сормально? Вот, вот это вот появился пол, который, он тоже такой, как маленький пылесосик, он удерживает яйцеклетку, немножко так присасывая ее. Вот. Вот у яйцеклетки вверху такое маленькое образование, это полярное тело. Это то клетка, собственно, то место, куда уходит половина грамоток. Вот мы обязательно ориентируем вот подальше от места укола. Сейчас полярное. Да, вот тут полярное тело. Вот. И вот сперматозоид двигается, двигается раз, прокалывает яйцеклетку. И обязательно идем еще немножко назад, потому что если просто вот так вот засунуть иголку в яйцеклетку, то мы ее не проколем. Мембрана яйцеклетки настолько эластична, что она просто под иголкой вот так вот прогнется. Для того, чтобы порвать мембрану, надо обязательно еще обратно засосать в иголку содержимое. И тогда мембрана бьется, и тогда сперматозоид мы уже помещаем в яйцеклетку. Вот. Ну вот, собственно, вот так вот рождается ребенок. Ну не рождается, да, делается ребенок, очевидно. Ну вот, на этом слайде я хотела показать, что яйцеклетки и сперматозоиды, они могут выглядеть по-разному с разными дефектами. То есть если мы в поле вот и сперматозоиды уже обсудили, хотя вот еще не обсудили то, что патологии бывают самые разные. То есть может быть головка неправильной формы, может быть шейка согнутая, может быть вообще есть некоторые генетические заболевания, которые приводят к тому, что сперматозоиды, все сперматозоиды, они абсолютно круглые, у них нет структуры, которая позволяет им проникать в яйцеклетку. И, ну да, и собственно, такие сперматозоиды после метода ЭКСИ, они способны к облодотворению. Да, ну вот. А теперь мы переходим к развитию эмбрионов. Самый ключевой момент в эмбриологии это наука после облодотворения посмотреть, правильно ли облодотворение произошло. Правильное облодотворение показано наверху. Это два ядра, два пронукриуса. Вот все варианты, которые внизу, это все варианты неправильного облодотворения. То есть если мы видим три пронукриуса, если мы видим один, или отсутствие ядер, это значит, что у такого эмбриона, даже если он начнет развиваться, то велика вероятность каких-то генетических нарушений. А норма это мужское ядро, женское ядро. Я хочу сказать, что эмбрионы, их качество их оценивается. То есть если эмбрионы можно оценивать как по количеству клеток, по их расположению, по виду клеток. Вот. Сейчас вот буду показывать вам. Значит, вот эта вот верхняя картинка, это то, что мы хотим видеть на второй день развития эмбриона. То есть вся вот эта вот масса, вот эта вот яйцеклетка, облодворенная, которая уже зевота, она делится сначала пополам, а потом еще пополам. И вот эти, собственно, четыре клетки есть. Вот. Но может ситуация складываться по-разному. Может быть внутри эмбриона много всякого клеточного мусора, который потом будет мешать эмбриону развиваться. А вот это третий день. На третий день, что мы хотим увидеть, это восемь клеток равного размера и без мусора. То есть каждая из этих четырех клеток, которая была на второй день, она каждой делится пополам. Ну и опять же, вот ситуации разные. То есть могут быть эмбрионы, которые, например, там на третий день имеют пять клеток или наоборот двенадцать клеток. И это все некоторое отклонение от нормы. Голостоциста – это тот эмбрион, который мы хотим видеть у всех пациентов. И голостоциста состоит из двух популяций клеток. Вот этот вот внешний шар – это клетки трофектодерми. Это те клетки, которые потом дадут плаценту, которые дадут оболочки плода. Вот такой вот внутренний комочек, который прикреплен с внутренней поверхности, это внутренняя клеточная масса. Это те клетки, которые дадут, собственно, эмбрион, собственно, плод. Да, вот эти вот, да. И вот, наверное, в картинке вот это более, он больше. Ага. Да, вот это все. Ну, голостоцисты бывают разного качества тоже. Бывает, что они состоят буквально из нескольких клеток. И вот у такого эмбриона, как вот слева, у него очень мало шансов дать здоровую беременность. Что происходит дальше? А, дальше эмбрион выбирается из своей оболочки. Вот, если помните, у ацитов была такая вот, как мягкая коробочка, такая оболочка сверху. Это зона пилюцина, она называется. И что делает эмбрион? И в естественных условиях тоже. Он проковыривает дырочку в этой оболочке и как сцепленок выбирается из нее. И вот, собственно, вот это покажем. Что, да, ну, тут был эмбрион у молодых, но вот эмбрион вот такой вот он большой, вот он вырастает относительно той оболочки, в которой он был. Это эмбрион. Да, вот это эмбрион, вот вверху у него внутренняя креточная масса, вот этот, собственно, вот признаный из плодов. Но очень важно, что вот такой ситуации в эмбриологии никто никогда не доводит. Поэтому, раз мы имеем эту картинку, то наверняка это эмбрион, который отбраковали на перенос. Это, скорее всего, у него какие-то генетические патологии уже есть. Так, теперь я расскажу про треоконсервацию. Это с помощью треоконсервации мы получили такое гораздо больше опций для работы с клетками. Мы можем заморозить как сперва, так и ациты, так и эмбрионы. То есть мы, например, получили большее количество эмбрионов, чем мы перенесем женщине, и мы часть эмбрионов просто замораживаем. И потом, когда она родит первого ребенка, она придет за вторым, а у нее вот уже дети готовы лежат в первых родительщинах. Просто надо перенести. И биоконсервация, это, конечно, такой процесс, он очень стрессовый для клеток. Почему? Потому что образуются кристаллы льда, которые повреждают внутренние структуры. И что нам нужно сделать? Нам нужно увеличить вязкость раствора, и тогда действие вот этих вот кристаллов, оно не будет таким замедленным. И существуют растворы, вещества, которые называются криопротекторы, которые выполняют эту функцию. Некоторые криопротекторы, они проникают в клетки, некоторые криопротекторы, они остаются за пределами клетки и создают такую подушку для того, чтобы кристаллы не образовывались. И вот, собственно, с помощью этих веществ мы можем осуществлять криоконсервацию и бесконечно долго хранить наши клетки. То есть у нас довольно чистые истории, когда у нас эмбрионы хранятся, ну вот 10 лет хранятся. И потом приходят пациенты, за вторым ребенком через 10 лет, а мы размораживаем его, переносим, и они рожают следующего ребенка. Вот в таких сосудах дюара хранятся клетки. А справа это такие специальные соломинки, на которых хранятся эмбрионы. У меня, кстати, одна есть с собой. И вот жидкий азот, с которым мы и работаем. То есть клетки хранятся все при температуре жидкого азота. Это минус 196 градусов. И эта температура позволяет полностью остановить все метаболические процессы. Да. Ну вот на... Вот ацеты эмбрионы, они проводятся через серию растворов, для того, чтобы вода, которая находится в клетке, заместилась на криопротекторы, и потом они сажаются на кучек этой соломинки и опускаются в жидкий азот. Да, вот это вот тоже кино. Вот видите, сейчас эмбриону, как раз он будет сажать эмбрион на конец соломинки. Вот он проводит из одного раствора в другой раствор. Вот это тоже специальное движение, которое надо осуществлять по протоколу. И сейчас он берет в очень маленьком объеме среды эмбриончик и сажает его на кончик соломинки. Вот. И вот сейчас он его опускает в жидкий азот. Немедленно. То есть это вот тот метод, который позволяет такое мгновенное замораживание, он называется ветрификация. Да, ну вот это тоже кино. Сейчас это будет несколько фильмов про работу в криопанке. Вот эмбрионы, они хранят, эмбрионы, ацеты хранятся вот на таких соломинках. И в сосуде Диуара несколько таких вот... Что тебе? В сосуде Диуара. А я тебе сказала. Сосуде Диуара. Ну, в общем-то, в сосуде Диуара несколько таких коробов для хранения клеток. Там еще следующие. Вот. Вот они в таких финальчиках хранятся. И сейчас эмбрион достанет одну из соломинок. Вот видите, все соломинки, они подписаны. Они обязательно подписаны. Это номер криоконсервации, это фамилия инициала пациентки, это номер карты, это даты криоконсервации, это описание эмбриона, который заморожен. То есть вот на этой маленькой палочке мы умещаем всю эту информацию. И что очень важно, нельзя ни в коем случае доставать до разморозки из жидкого азота. Потому что как только температура увеличивается со 100, с минус 196 градусов до минус 130, то сразу проходят уже необратимые процессы перестроения внутри клеток кристаллов. Да, ну вот еще расскажу про то, что в случае, когда у пациентов возникает проблема с качеством ацитов или сперматозоидов, то есть иногда бывает, что этих клеток у женщин и мужчин просто нет, то тогда мы предлагаем им взять ациты или сперматозоиды доноров. То есть это люди, которые приходят, которые сдают свои клетки, вот как кровь. И другие люди ими пользуются. Теперь мы перейдем к такой теме, которую я люблю больше всего, но она как-то сложнее. Это тема генетики и препродуктологии. Значит, хитрые действия, которые мы можем сделать с эмбрионами, это мы можем у эмбриона, который еще не перенесен в поле матки, мы можем взять несколько клеток и посмотреть, а нет ли у этого эмбриона какого-то нарушения. После этого мы эмбрион сам замораживаем, а эти несколько клеток мы отправляем в генетику, и генетик нам отвечает на этот вопрос. Есть ли какая-то генетическая патология у этого эмбриона или нет? Какие могут быть патологии? Ну, что такое ДНК, вы знаете? Да, что это? Как ДНК организовано, какие структуры, знаете? Сейчас, сейчас, сейчас. Хромосомы. Вот. У человека 46 хромосом. Да? Вот. И у некоторых людей бывают ситуации, вот это нормальный кариотип, 46 хромосом. Если этот человек мальчик, то у него обычно 46 XY. Если этот человек девочка, то это XX. Ну, в большинстве случаев это так. Вот. Но у здоровых людей может быть ситуация, когда у них не 46 хромосом, а, например, 45 хромосом. 47. А может и больше? Может быть. Может быть. вот самый частый случай, когда у человека есть дополнительная хромосома, это хромосома номер 21. Это люди, у которых есть такое нарушение, как синдром Дауна. Это люди, вот, с трясомией по 21 хромосоме. Тут, кстати, очень интересный вопрос, а почему, например, не бывает нарушений по 1 хромосоме? Вот такие люди просто не рождаются даже по 2 хромосоме. А потому что, если 21 хромосома, она маленькая, и у нее очень маленькая насыщенность генами внутри. Она дает минимальный вклад, минимальное изменение в нарушение метаболизма человека. Если бы это была первая хромосома, то она дает такое огромное нарушение, потому что это большая хромосома, на ней много генов, считывание идет очень плотно, и тогда развитие эмбриона с трясомией, с дополнительной хромосомой 1, оно останавливается значительно раньше, чем происходит рождение ребенка. Такие дети просто не рождаются. Вот. А еще вот случай трясомии. Это, например, трясомия по хромосоме. Ну, она такая тоже очень мягкая, но не люди. Многие пациенты, которые к нам приходят, они даже не подозревают, что у них такая патология есть. Вот. Значит, так вот, иногда бывает так, что приходят к нам пациенты, а у них не 46 хромосом, а, например, 45 хромосом. А вот эта вот одна из хромосом, она составлена из двух хромосом. то есть две хромосомы, они отбросили куски, соединились в одну, и у человека вместо двух, например, небольших хромосом появляется одна большая. И вот эта вот хромосома, она мешает образованию эмбриона. Вот. И у таких пациентов эмбрионы останавливаются в развитии на ранних сроках. Вот. Но если они не остановились, то нам надо понять, будет ли у их эмбриона такая же патология или нет. Или мы сможем выцепить из тех эмбрионов, которые мы все, которые мы получили, здоровые эмбрионы, которые, про которые мы можем сказать, что эти эмбрионы здоровые и дадут здоровую беременность. Так. А еще бывает ситуация, да, это когда у человека в семье какие-то генетические нарушения, какие-то заболевания которые обусловлены изменением в каком-то одном гене. Вот, например, такие заболевания, как, ну, может быть, вы слышали, мукорисцидоз или фенилкетонурия. То есть встречаются мужчина и женщина, у них все в порядке, но когда они рожают ребенка, у них с вероятностью одна четвертая может родиться ребенок больной вот этим заболеванием. И вот наша задача это понять, есть ли у эмбриона такой заболеванием или нет. И это можно исследовать. Что я рассказывала, это хореотип человека, вот 46 хромосом, почему 46, да, это 22 аутосомы, то есть это не половые хромосомы, и плюс еще две половые хромосомы X и Y. Вот. А вот это вот транслокация. Это вот то, как получается из хромосом одна. Или вот резервок на транслокацию. Это когда две хромосомы взяли и обменялись пускай в своем. И эта ситуация тоже мешает образованию нормального эмбриона. Так, а вот как транслокация выглядит на анализе, который мы получаем, это как раз человек-запкариатит. То есть видите, вот там, где 10-ая, тут обменялись пусками, 5-ая и 10-ая хромосомы. Вон, у 5-ой конец и перепрыгнул на 10-ую. Так. Так же, ага. Вот. Вот это вот такие самые распространенные моногенные заболевания. И вот нуковисцидоз это то заболевание, которое потенциально, ну, скажем так, в одной из аллелей несет в себе каждый сороковой человек. То есть в нашей аудитории наверное там 2-3 человека несут в себе эту патологию потенциально. Ага, пропустили. Вот. И то, что, то, о чем я сейчас говорила, это ситуации, когда мы знаем какую-то проблему. Да, то есть мы знаем, что у нас есть человек с какой-то патологией в кариотипе. Или к нам пришел пациент с каким-то моногенным заболеванием в истории своей семьи. Тут мы знаем, что искать. Вот. Но самые частые ситуации это когда у пациентов с нормальным кариотипом, с неотягощенной историей семейной появляются дети с какими-то эмбрионами, скажем так, с какими-то патологиями. А почему? А дело в том, что ациты с течением времени у женщины приобретают все больше патологий. То есть если сравнить ациты женщины, женщины, которые 25 лет и ациты женщины, которые 40 лет, то с значительно большей вероятностью у женщины 40-летней эмбрион будет нести хромосомную патологию. То есть это либо какие-то хромосомы добавятся у эмбриона, либо наоборот каких-то хромосом у эмбриона будет не хватать. То есть у людей с нормальными кариотипами большая часть эмбрионов будут нести какие-то хромосомные нарушения. Ну вот, например, там внизу было указано, что вот видите, не 46хх, 46хх, а, например, 47хх плюс 21, да, вот синдром Дауна, или 45хх минус 16, то есть это моносоми, наоборот, не хватает одной хромосомы. Или, например, 46хх, да, вроде все нормально, но на самом деле прибавилась одна хромосома и убавилась фенюркетонурия, это моногенное заболевание, это заболевание, метаболизм, это проблема неусвоения одной из аминокислоты. Вот, и если это моногенное заболевание, и если у пациентов есть какая-то история, что в семье болен кто-то фенюркетонурия, то мы обязательно проверим пришедшего человека на носительство потенциальное вот хотя бы аналерия этого заболевания и обязательно проверим партнера, потому что если это только у одного человека из пары в одной из, в одной из аминокислоты нарушения, то ничего страшного, но если у второго человека, у партнера тоже есть подобное нарушение, то тогда с вероятностью 25% у них граница ребенок с этой патологией. Ответила на вопрос? Да, да, вот следующий. И вот тут проблема вот этих вот генетических исследований, выбора вообще эмбриона на перенос, она состоит в том, что эмбрион в генетической патологии, он выглядит точно так же, как эмбрион без генетической патологии. И нам надо выбрать по сути дела из одинаковых эмбрионов. То есть мы этот выбор не можем, не проводя анализ. Вот. И тут встает вопрос, а что собственного эмбриона мы можем забрать, чтобы эмбриону не повредить? Вот. Но при этом чтобы этого было достаточно для получения информации. Самый частый способ, метод биопсии, это взять несколько клеток на стадии бластоциста. Когда бластоциста, то есть у нас уже несколько сотен клеток у эмбриона, мы берем 3-4-5 клеток и эмбрион при этом не повреждается, потому что остальные клетки, они берут на себя те же функции. то есть пока клетки полипатентные и клеток 100 или 200 большого значения не имеют. И вот в основном это нижняя практика. Хотя раньше развлекались еще в двумя ветками. То есть когда берем на третий день, мы могли взять одну клетку, но тут уж когда мы берем одну восьмую и когда мы берем одну сотню, то разница есть. вот собственно как это происходит. Процесс, как я уже сказала, называется биоксия эмбриона. Мы делаем дырочку в этой мягкой скорбубке эмбриона и тем самым имитируя естественный процесс выползания эмбриона из оболочки. Это собственно так и называется влупление хэтчинг. И эмбрион начинает выпускать клетки. И вот несколько клеток выпущенных мы заберем. Мы их положим в пробивку отправим генетику. А все остальное весь эмбрион собственно мы заморозим, положим в креохраняющие, подпишем, что это эмбрион номер один или номер пять и будем ждать ответа генетика. Можно этот эмбрион переносить или нельзя. Да, ну вот это вот методы, которыми пользуется генетик для того, чтобы определить является ли эмбрион носителем какого-нибудь заболевания, какой-то патологии. Ну я не буду вдаваться, просто скажу, что вот последний Next Generation Sequencing это тот метод, на который мы все очень надеемся. Он пока не в скроме совершения, но если брать, я надеюсь, что в течение ближайших лет его точность достигнет такого уровня, что мы сможем прочитать всю последовательность эмбриона. А почему там второй называется ФИШ? Из чего? ФИШ, а это флуоресцентная флуоресцент ин-ситу хайбридизация. Это флуоресцентная гибридизация ин-сита. Это к рыбу не относится? Нет, это к рыбу не относится совсем. Аббревиатура. Да, это такая аббревиатура, то есть это флуоресцентная гибридизация ин-ситу. То есть это когда прямо на ядре мы смотрим, есть ли там какая-то франкер или нет. Прям фигурная. То есть нам не надо выделять для этого ДНК. Вот это собственно картинка ФИШ. Вот это метод каротинка. Ну и можно слой промотать и прям промотать как-то чуть-чуть все сложновато. Вот. Ага. Да, будет. Ну и еще немножко расскажу, что есть такие заболевания, которые определяются не последовательностью ДНК, которая у нас находится в гибриде, а ДНК у нас есть еще где? Метахондрия. Да, это есть такие органелы в цитоплазме. Вот. И метахондрия это та органелла, которая отвечает за энергетический баланс клетки. И вот если у пациента есть какая-то проблема, есть некоторые болезни определенные, которые выражаются в том, что те ткани, те органы, которые требуют большого количества энергии, это глаза, мозг, мышцы, вот они функционируют не так, как в норме. И это определяется мутациями в метахондриальной ДНК. И несколько лет назад был предложен метод, такой вот клеточный конструктор, который нам дает надежду на то, что пациенты с такими заболеваниями будут иметь здоровых детей. То есть мы что можем сделать? Мы можем взять две клетки, два ацита, это ацит пациента, у которого в цитоплазме вот эти вот метахондрии поврежденные, и можем взять ацит донора, у которого все в порядке, но при этом-то нам нужна генетическая информация от пациента, и мы просто переставляем перетянуть деление, вот эти вот хромосомы от пациента в клетку донора. И тогда новая сконструированная клетка, она имеет хромосомы пациентки, но при этом она имеет здоровые метахондрии донора. И вот после этого вот такую сконструированную клетку мы можем облудотворить сперматозоидов мужа и уже растить эмбрион. Да, ну еще пару слов скажу, что лаборатория эмбриологии это такая большая кухня, где все должно быть очень четко. И есть такой огромный свод законов, по которым эта эмбриология должна работать. И в лаборатории всегда все проверяется. Проверяется, как работает каждый врач, как работает каждый эмбриот. температура каждого инкубатора проверяется с утра. СО2, концентрация в инкубаторе, пока инкубаторы еще не открыты, каждый раз с утра проверяются. Температура всех поверхностей, работа всего оборудования, показатели облудотворения, рост, амбастацист, все приходящие среды, все проверяется. И вот так эта проверка, она вот это все очень четко должно быть записано, потому что, ну, например, наша клиника, она аккредитована по такой специальной системе качества, и приезжает раз в два года специальный человек из Америки и проверяет нас всех.